МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На северо-востоке Самарской области, на границе с республикой Татарстан в Шанталинском районе расположилась небольшая деревушка с интересным названием Корабикулова. Две улицы и чуть больше сотни местных жителей. А окружающая природа предрасполагает к тому, что именно здесь будет благодатно пастись коровам и овцам, бегать лошадям, бескрайние поля, холмы и перелески. Главное, чтобы в хозяйственные руки попала вся эта красота, чтобы без ущерба и для процветания. И тогда отдача не заставит себя долго ждать. Так и получилось. Сегодня сельскохозяйственное предприятие Корабикулова – одно из лучших в Шанталинском районе. Благодарная земля дает высокие урожаи зерновых культур. Растут показатели производства молока и мяса. В хозяйстве насчитывается 1396 голов крупного рогатов скота, в том числе 550 голов коров. Остальные уже не телья, тёлки старше одного года, бычки на откорме. Кроме крупного рогатого скота, также в хозяйстве имеются лошади в количестве 128 голов и 292 головы овцы. В основном коров здесь разводят для производства молока. Сегодня одна такая красотка дает полезного продукта в среднем 6250 литров в год. А всё благодаря тому, что представительницы породы «Чёрное пёстрое» получают отменный, сбалансированный по всем показателям корм, к тому же выращенный на собственных полях и без каких-либо вредных добавок. Недавно открыли корма-цех по приготовлению концентрированных кормов, куда мы добавляем кроме пшеницы, ячменя, овса, гороха, добавляем жмыхи, шроты, ну и примиксы тоже. Своё меню есть и у родившихся бычков, которых выращивают для получения мяса. Сегодня оно реализуется в торговых точках. В ближайшей же перспективе на ферме планируется открытие специализированного цеха по переработке и производству. Для этого уже подготовлено помещение и закуплено необходимое оборудование. А пока утверждается рецептура мясной продукции, молочная собирает восторженные отклики покупателей. За день здесь перерабатываются 3 тонны молока. Потенциал – 10 тонн. Творог, творожная масса, кефир, ряженка, снежок, сметана, котык, масло, брынза – всего 19 наименований, плюс 6 видов сыров. Рецепт одного из них придуман специально и называется «Карабикуловский». Для нас самое важное – это донести до покупателя качественную продукцию, вот какая она была, то есть выход продукта, да, и чтобы покупатель её такую же получил. Для нас это очень важно. У нас контролируется полностью технологический процесс от приёмки сырья молока до выхода продукта в реализацию. Каждая партия продукции проходит физико-химический и микробиологический контроль. Также у нас соблюдаются все нормы хранения и транспортировки продукции. А под сливочное маслице да свежую бы булочку. На ферме работает своя пекарня. Хлеб – различные сдобы. Всё по старинным рецептам, без искусственных добавок и улучшителей. Три человека выпускают до 400 изделий за сутки. Но это только начало. Вот у нас в предложении творожные изделия вводить. И ещё, конечно, вот если в хот-доги, булочки, гамбургеры, то есть как бы вот на что спрос и без опять технологий, безо всяких вот этих вот это, чтобы было всё натурально. Это дрожжи, вода и все остальные добавки, которые натуральные. Здесь же происходит фасовка различных круп – манка, перловка, яичка, пшёнка. И производятся макаронные изделия. Кто пробовал, говорят, вкус у них как в детстве. А всё потому, что мука здесь такая особенная, своя, из своего зерна. Производитель смелится за смену 2,5 тонны высшего сорта, 2 тонны первого сорта. И плюс манная крупа ещё. Ну, походно идёт отруби. Всё серьёзно своё. Мука качественная. Заказчики довольны. Инвестор и директор этого большого, плодородного, хлебосольного и очень красивого хозяйства Фуат Гарифов и Эдуард Загидулин предпочитают оставаться в тени. Люди дела, они не привыкли тратить время на разговоры, если работа ждёт. А поступки их говорят сами за себя. Деревню Корабекулова и одноимённый бренд давно и хорошо знают за пределами нашей области. И всё-таки сельскохозяйственное предприятие Корабекулова из Шенталинского района. Самарское значит наше.